Привет, друзья! Сегодня привезла вас показать вам еще одну старинную церковь на нашем острове Айлоуайт. Это церковь Святого Бонифация. Она находится в Вентлере. Вот это центральный вход. Я здесь ни разу не была, кстати. Вот сейчас мы с вами вместе погуляем и посмотрим, что за церковь Святого Бонифация. Ну вот здесь сразу такой мемориал, как бы памятный крест, которых множество здесь в Англии. Вот один из них. Видите, 1914-1919 год мужчинам, которые погибли в Первой Великой Войне. Ну вот, они почему-то, вы знаете, по поводу Второй Мировой Войны у них мало памятников, а вот у них как-то все первое они вспоминают. Идем дальше. Вообще, вот город Вентнер, он сам по себе такой специфический. Вы знаете, он находится весь на горе. Постоянно у него вот такие скалы, горы. Вот если вам видно, видите. Вот дальше еще покажу. вот как-то не очень здесь люди любят жить. Ну хотя, отелей здесь на берегу очень много и нравится отдыхать туристам. А вот жизнь здесь нет. Это вы будете постоянно карабкаться наверх или спускаться вниз. Очень крутые подъемы, спуски и не любят люди. Это вот я иду вокруг. Стала обходить эту церковь. Вот посмотрите, какие здесь скалы вокруг. Это она просто выдолблена. Было место для нее, что ли? Вот даже и не знаю. Что-то даже вход найти не могу, друзья. Сейчас посмотрим, ну где тут вход. Иду вокруг, входа не вижу. О, видите, какая церковь. Так, вот идем дальше мы, друзья с вами. Довольно интересно здесь расположилась эта церковь. Я же говорю, буквально в каких-то скалах вон какая-то дверка. Боже, кто там отшельники, что ли, живут. Я иду дальше, показываю вам эту церковь. Сейчас попробуем внутрь зайти. Почитаю что-то о ней, может быть, и вам расскажу. Пока не знаю. Ну, вижу только, что название Святого Бонифация, церковь, и, как обычно, старое кладбище вокруг Симметрия. Вот видите, там впереди. Идем дальше. Ну, вот я посмотрела, тут некоторые могилы. Вы знаете, они не старые совсем. Вот, даже 2000-го есть года похороны. 52-го, потом там, по-моему, 38-го я нашла. Но, в основном, это считается могилой не старые. Кладбище довольно современное. Ну, вот я, по-моему, вход нашла. Сейчас попробую войти, дай Бог, чтобы он был открыт. Да, вы знаете, церковь открыта. Ну, это у них, как обычно, вы знаете. Церковь открыта почти всегда. Хотя, тут нету никого. Как тоже часто бывает. Но, церковь остается открытой. Вот такая. Смотрим. Помещение немного больше, чем у обычных церквей. Но, в принципе, как вы можете видеть, все такое уже, кто давно смотрит мои видео, довольно все такое же подобное, как в любой католической церкви. Вот впереди алтарь, видите, католический. Вот, справа и слева сиденье для людей молящихся, прихожан. Вот здесь вот это вот мраморное белое, видите, это как трибуна у них. Может быть, по-другому она называется, по церковному, но я так понимаю, что это трибуна. Вот с нее, с трибуны, с этой иногда пастырь проповедует какие-то свои лекции, проповеди читает людям. Это когда, наверное, служба происходит. Вот, книга какая-то огромная, боже, лежит. Посмотрите только. Ой, я даже ее поднять не могу, что за книга. Нет, ничего не написано. Ой, мама, это какой-то псалтырь или что-то. Вот так вот. Подойдем немножко ближе к алтарю. Но, как вы видите, все то же самое. Вот арган здесь справа такой. Вот. Она еще и украшена красиво цветами, видите, справа-слева. Наверное, будет вам темновато, друзья. Но, извините, подсветки у меня нет. Вот такие вот шикарные цветы. Вот, как обычно, крест и две свечи по бокам. На вот таком каком-то столе. Я не знаю, как это все называется, к сожалению. Вот. Здесь такие витражи. довольно неплохие, да? Вот. И по бокам тоже. Вот и все. Это вот такой вот католический алтарь. Так, если я правильно называю. Сейчас повернемся. вот я повернулась назад, откуда мы пришли. Такая церковь. Вот ни единой души нет. Хотя белый день на улице, середина дня. Вот я подошла поближе. в углу стоит тоже такая с цветами этажерка, что ли, не этажерка. Вы знаете, мое изумление, ведь это настоящие гладиолусы и живые цветы, друзья. Я думала, искусственные, нет, настоящие. Красивый такой букет. Вот он такой. Вот там еще в углу. Неужели тоже настоящие? Прямо сейчас подойду и посмотрю. Ну нет, здесь, конечно, цветы уже искусственные. Размечталась я. Вот здесь я вижу в углу также стоит пианино, видите, под чехлом. Помимо органа там вверху. Вот пожалуйста пианино. Вот еще какое-то интересное такое кресло. Справа и слева он здесь. И вот там дальше, видите, одинаковые два кресла. Не знаю, друзья, что это. И опять на них вот такие вышитые подушки. Вот какая красота. Вот такие католические церкви. Приходи, молись, сиди, читай, размышляй, как там медитируй, да? Пожалуйста, никто не мешает. Ну и вот перед самым выходом купель у них опять крестильная. Опять она обычная такая, как во многих церквях. Почему-то она здесь прямо возле выхода стоит. Не знаю. Ну вот, пожалуй, еще последняя, наверное, в церкви, что хочу вам показать. Очень часто, кстати, бывает тоже. Вот кто-то принес, видите, цветы. написано «Каланхоя красные цветы». Вот в горшочках таких можете брать. Это приносят вот людям пожалуйста бесплатно. Вот такая вот она вышла я в церковь. Вы знаете, обычная совершенно, как вы поняли, да, друзья? И даже архитектура у нее такая интересная. И никаких шпилей тут нету. Не знаю. К сожалению, вот я была внутри вместе с вами, я не увидела там никакой информации, когда она была обостроена, что тут с ней связано. Но в ней, как вы видите, судя потому, что никаких захоронений там нет. Помните, как я вам показывала? Гробниц всяких нет, рыцарских. Ну, значит, вот обычная церковь, может быть, ей лет 200-300. Не знаю, приду домой, погуглю Святого Бени... Как он... Господи, уже забыла... Бонифация, что называется. Церковь Святого Бонифация в Вентнаре. Надо посмотреть. Вот, друзья. По-моему, даже вы знаете, у нее вокруг тут более живописно так все это смотрится. И я, когда сюда шла, кругом такие камни, подумала, Боже, там она запряталась среди камней и скал. Наверное, будет интересно вам ее показать. Ну, вот, и показала. Еще одна церковь. И еще одно, как бы сказать, мое лишний раз убеждение, что они абсолютно ненабожные. Вот, не ходят они в церкви. Ну, вот, что я же говорю. Даже у нас, я насколько знаю, когда бы не пришел в церковь, но не было такого, чтобы там было пусто. Вот, как здесь. Пусто просто. Нечего ни у кого спросить. Вот, друзья. Так, показала. На этом все. Удачи вам. Увидимся. Пока-пока.